Не только большим футболом жила наша республика, было место и для большого тенниса. Много раз в Мордовию приезжал капитан сборной России Шамиль Торпищев. В этот день, 22 июня в 2003 году, он стал участником товарищеского парного турнира Торпищев и Меркушкин против Калиниченко и Сюряева. Николай Иванович и Шамиль Анвярович продемонстрировали на корте завидное взаимопонимание и добились итоговой победы 6-4. И есть все основания полагать, что такое же взаимопонимание поможет лидерам республики и российского тенниса в решении более серьезных задач. Через год столица республики готовилась к открытию четвертых малых олимпийских игр «Новые вехи» в спортивной жизни Мордовии. И хотя в этот день была лишь генеральная репетиция парада, эти кадры достойны вашего внимания. Стадиона светотехника в Саранске больше нет. 22 июня ежегодно мы вспоминаем участников Великой Отечественной войны в 2005-м. Александр Аносов рассказывал про уроженцев Мордовии и защитников Брестской крепости. В список к 23 известным фамилиям добавили еще 13 новых. Результат большой исследовательской работы сотрудников Мемориального музея. Работы по становлению личности земляков не прекращаются. Пополняются и записи воспоминаний участников и свидетелей тех жестоких событий. Через год в Кемле почтили память красноармейцев, умерших от ран. В Ивако-госпитале номер 1630. В годы войны он располагался в стенах аграрного колледжа. Раньше на местном кладбище стоял памятник со звездой без таблички. И теперь мемориальная плита с именами солдат. Теперь мы знаем, кто здесь захоронен. Ребята будут ходить, ребята будут смотреть. А в 2007 году мы показывали настоящего бельгийского партизана. Уроженец Темникова Петр Шестеркин в годы войны попал в плен и оказался в Бельгии. Вместе с товарищами долго мечтал сбежать. А когда удалось, случайно попал в отряд сопротивления. Только в 2006 году 93-летний партизан узнал, что в иностранном государстве у него есть взрослый сын – Жеф Фракин. Сам Шестеркин не любит много рассказывать о своей бельгийской любви. А его она так и не вышла замуж. Сын часто звонит и зовет в Бельгию. Но Петр туда больше не поедет. Говорит, что силы уже не те. Следующая история о том, как фотокарточки из космоса оказывают терапевтическое воздействие на онкобольных детей. Сюжет про выставку, объехавшую 30 городов России, мы показали в этот день в 2011. А сама идея проекта родилась еще в 2009, во время третьего полета российского космонавта Юрия Ланчакова на МКС. После общения по телефону с больным ребенком космонавты отправили снимки в больницу. Пациент пошел на поправку. В 2016 Людмила Кустерова в этот день представила, как изменится наша жизнь, если ученые изобретут телепорт. На эти цели до 2035 года планировали потратить десятки миллионов рублей. Даже создали специальную квантовую дорожную карту. Это не шутки. Больше никто не встретится в маршрутке. Возможно, лет через 20 это будут слова какой-нибудь новой песни. А еще нам придется изменить целое множество привычных вещей. Например, люди смогут легко и, самое главное, незаметно пересекать границу государств правоохранительным органам. Это будет головная боль. А Сочи, возможно, станет самым известным телепортационным курортом. А старая Теризморга, например, центральным входом в этно-туристический портал кольцевого золотого перемещения по Мордовии. Но размечтаться не успели. На следующий день агентство стратегических инициатив передумало и опровергло свои же слова о развитии телепортации в России. Только архивы 10-го канала бережно хранят фантастическую мечту, едва не ставшую реальностью. Таким было 22 июня разных лет. Алена Маскалева. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова